Всем привет, с вами Александр и вы на канале 1 на 1. Чуть меньше недели прошло с момента выхода последнего видео, в котором я рассказывал, как же можно пользоваться Конституцией и своими законными правами, чтобы избежать штрафов за самоизоляцию. Ведь по своей сути, что такое самоизоляция? Самоизоляция, это когда мы сами себя изолировали и не ходим ни в магазин, никуда нет, но в магазин мы можем ходить вокруг дома и прочие правила, которые нам приписали. Но самоизоляция, она может быть только рекомендована, и она нам как раз и была рекомендована. А вот те нарушения и штрафы, которые прописывались, они были незаконны. И мы могли смело ссылаться на статью 27, статью 51 и как бы избежать этих самих штрафов. Я, конечно, как и многие из вас, верю, что у власти сидят действительно умные люди, которым не безразлична судьба народа. И именно самоизоляцию они вели для того, чтобы обезопасить вот это распространение, распространение эпидемии, распространение коронавируса. А вот эти штрафы за нарушение самоизоляции, это именно для тех людей, которые уже заразились и были в карантине, и они сбегали, чтобы именно сдержать вот этих людей, больше осознанности им придать. И я даже, друзья мои, знаете, во что верю, что сейчас же тяжелая ситуация по факту складывается, и правительство, оно какие-нибудь продуктовые корзины, какую-нибудь помощь материальную организует. Но походу это как-то слишком низменно. Слишком низменно опускаться, ну вот до такого уровня, что ли. Цели гораздо выше. И с недавнего момента появились небольшие поправки в Конституции. Это все мне не запомнить, поэтому я лучше небольшой отрывок зачитаю, а полностью все вот это в КОАП, что внесены были поправки, будет в описании под видео. То есть, согласно, такие поправки, согласно которым установлена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенной в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания. Эта поправка появилась в статье 6.3 КОАП РФ. То есть, ЧАЭС у нас не объявляли. Но вот угроза распространения опасного заболевания, в данный момент именно вот эта угроза появилась. И именно по вот этой статье нас могут штрафовать теперь. А вы-то думали, в правительстве не просто так сидят, они придумывают мудрые законы. Но, 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 это еще не все, это еще не все. Куда же, куда же, сладенько, это на десерт, так куда? Еще же возникла у нас глава 20, теперь включает в себя статья 20.6.1, устанавливающую административную ответственность за нарушение режима самоизоляции. Слышались? То есть, административное нарушение за режим самоизоляции. То есть, изначально такого понятия, как режим самоизоляции не было, теперь есть. Потому что поправки внесли, внесли. Но даже при всем этом, при всем этом, друзья мои, я не перестаю верить, что это только для нашего блага. Только для нашего блага. Нет, я не, я не иронизирую, вы не подумайте. Это действительно правительство о нас заботится. И теперь самоизоляция, повторюсь еще раз, стала режимом, который нельзя нарушать. Ведь за нарушение этой самой самоизоляции, согласно вот этим статьям, для нас теперь предусмотрены штрафы. Но они, наверное, сущие-таки пустяки. Всего-то от 1 до 30 тысяч рублей. Если ты обычный человек, простой рабочий, у которого ходишь, что-то делаешь, и вот. Но если ты предприниматель, для тебя штрафы еще выше. Нет, вы не подумайте, ни в коем случае не подумайте. Я не жалуюсь, сейчас у меня все прекрасно, у меня даже есть работа. Хоть она неофициальная, но я могу на нее ходить. Знаете почему? Потому что мне даже на моей неофициальной работе дали вот такую вот справку. Вот такую вот справку. То есть, что в ней говорится? Здесь написано само название компании, общество с ограниченной ответственностью, где оно находится. И дана Попову Александру Игоревичу, то есть это я, в том, что он является работником, сотрудником такой-то компании, которая находится там-то, там-то. И деятельностью, которая не приостановлена в соответствии с приложением к установлению губернатора. То есть, благодаря именно вот этой справке, я могу находиться на улице и идти на работу. И я прям доволен. Но! А завтра у меня еще и выходной. И у меня теперь, знаете, какое такое классное-классное развлечение? Я могу в магазин сходить. Прям на прогулку вот так. В магазин радостный могу теперь прогуляться. Почему? Потому что больше-то я никуда не могу пройтись. Нет, это не значит, что патрули на каждом шагу стоит. Такого нет. Ну, блин, все-таки рисковать-то не хочется. Потому что, ну, ладно, буду я где-то в лесу, там, в Зельцовске поеду. Они там меня остановят. Это вообще далеко в другой части от моей работы, где по справке. Я не скажу, как ты здесь оказался. И тут меня грозит такая вот ответственность. Ну, все-таки у меня есть такая радость. Ведь я могу завтра в магазин за хлебушком пройтись. Эх, молодцы, наше правительство, молодцы. Ну, что это я все о себе, да о себе. Ведь множество людей, у которых теперь нет работы. Которых просто-напросто поувольняли. Отправили в неоплачиваемый отпуск. Сократили штат. Еще что-то сделали. И эти люди, они сейчас, ну, они вот как-то так находятся. У них еще как бы есть деньги. И по своей сути, вот именно думая о таких людях, я понимаю, что у меня все не так уж и ужасно. По крайней мере, хоть да, я не могу ходить на прогулки, но у меня пока что есть работа. Пока что. Я не знаю, что будет завтра. Но на данный момент пока что она есть. А у тех людей, которые остались без работы, это ладно, как было до вот этого режима самоизоляции. Ты остался без работы, но ты можешь куда-то сходить, поколымить, идти еще на какую-то работу, устроиться, что-то делать. Но сейчас-то это почти невозможно. И об этом, друзья, иногда порой стоит задуматься. И вот я, когда начинаю о таких вещах задуматься, мне действительно становится страшно. А что же будет дальше? Что же будет дальше? Ведь, к примеру, если у тебя, вот ты действительно остался без работы, и ты думаешь, как бы, что тебе заработать деньги, ты пытаешься куда-то идти. Да, ты, допустим, нашел ты себе работу. Ладно, там тоже какая-то закрытая организация, ты хочешь там грузчиком подработать. Не важно, ты нашел себе работу. Ты идешь на эту работу, и тут тебя останавливает патруль. И у тебя и так-то денег не было. Ты пошел их зарабатывать, чтобы свою семью прокормить. И тут на тебя еще и штраф налагает. Красота. И что же теперь делать тебе? Как же теперь тебе быть? Ну, как, как? Сиди дома и пухни с голоду. А что? Что тут такого? Сиди дома, пухни с голоду. Ну, не хочешь пухнуть с голоду, иди работай. На работу можешь ездить на такси, если ты такой богатый. Или как-нибудь такими окольными путями добирайся до своей работы. Или надейся на счастливый случай, что тебя все-таки не остановят и не оштрафуют. Да, патрулей сейчас нету, но уже есть официальные данные, что некоторых людей штрафовали за нарушение именно вот этого самого режима. Границы до мая закрыты. И как бы стоит логически ожидать того, что в мае все у нас ляжется, и мы начнем такие выходить из своих каникул, идти на работу. Но знаете, что говорят эксперты? Они говорят, что у нас кризис, вот этот взрыв только ожидается. И его стоит ожидать через, знаете, когда? Ну-ка, догадайтесь, догадайтесь. Не знаете? Две-три недели, через две-три недели. Это как раз приблизительно к маю. Я, конечно, не хочу об этом думать и думать, что это желтая пресса. Я все-таки надеюсь, что правительство-то с этим все-таки со всем этим справится. Хотя по своей сути, друзья мои, вот в настоящий момент вот эта вот эпидемия, коронавирус, но от правительства это не так уж сильно зависит. Поэтому здесь винить, их можно винить только в каких-то мерах, и что они особо жестоки. Но я действительно верю, в данный момент я искренне говорю, что на данной ситуации они делают по максимуму все, что могут. Но не так, как это нужно делать и как делают в других странах. И вот когда я начинаю задумываться, что если у нас сейчас не пик, а что же будет, когда действительно настанет этот самый пик. Ведь еще больше людей останутся без работы. Миллионы людей останутся без работы. Я имею в виду, вот, к примеру, уже вот, что там, официанты, повара, кто машины продает, риэлторы. Люди многие-многие остаются без работы. Это не из-за того, что он плохой или хороший работник. Нет, потому что ему просто нельзя будет работать. А многих у нас свое жилье. Единицы, да, правильно? Единицы, у кого свое жилье. Вот у меня личное арендованное жилье. Думаете, арендодатель, он мне снизит кварплату? Ну, аренду жилья. Нет, не снизит. Потому что, вполне возможно, это остался его единственный источник дохода. И его тоже можно понять. Почему он должен вставать в твое положение? Потому что, когда у него свое положение, ничем не лучше твоего, никто никому арендную плату снижать явно не собирается. И не будет этого делать. И их понять можно. А еще, друзья, знаете, что я начал замечать? Я как-то на это внимание-то не обращал. Продукты начали дорожать. И хоть нам и обещали, что мы не допустим роста цен продуктов, и если где-то будет какое-то повышение цен, вы нас быстрее информируете, и мы будем с этим бороться. Но, мне кажется, тут две причины. Или просто соответствующие органы власти не контролируют, ну или просто оно в действительности так и должно происходить. Никакой другой причины я не вижу. Я не думаю, что нам соврали. И здесь, здесь нет, нет, нет. Здесь именно вот эти две причины. Нам никак не могли соврать, нет, нет. Только не правительство. Знаете, есть еще такая прям прекрасная поговорка. То, что нас не убило, сделало нас сильнее. Или делает нас сильнее, или продолжает делать нас сильнее. Так вот, в данной ситуации мне кажется, что из нас готовят просто настоящих терминаторов. Поэтому, друзья мои, запасайтесь силами и готовьтесь к тому, что нас ждет впереди. Берегите себя и своих близких, здоровья вам. И помните, что настанет тот момент, когда об вот этой всей ситуации мы будем вспоминать с улыбкой. Не нарушайте самоизоляцию и будьте счастливы. А с вами, как обычно, был Александр. Всем до скорого. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»